Я приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, и я благодарен за эту честь стоять сегодня перед вами и служить вам. Так получилось, я родом из Узбекистана, где прожил 27 лет, там я узнал Господа, вернее, там Господь меня нашел. Сейчас я служу в Москве, и сегодня я могу быть вместе с вами, вместе с вами поклоняться Богу, служить Ему и радоваться вместе с нами, что мы в одной семье. Вы знаете, меня представили, мое имя, а так получилось, что я-то ваших имен в основном не знаю, мало кого знаю здесь. Но так здорово, что мы все есть вот в одном списке, мы написаны на руках Божьих. И я не знаю, как там, в алфавитном ли порядке, по датам, кто когда Господь откликнулся на призыв Божий, но мы с вами все объединены одной кровью, Его кровью. И знаете, несколько дней находясь в Америке, слушая, общаясь, разговаривая, я понимаю, что мы все одинаковые. Мы от одного Папы, и живем мы все в разных странах, но в одинаковой ситуации. И просто перед тем, как буду проповедовать, я хотел бы просто поделиться рассуждениями о нашей жизни, то, что с нами происходит. Я открыл это послание в Рим, пятая глава, я прочитаю только два стиха, второй и третий. «Через Иисуса Христа верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божьей». И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, потому что от скорби происходит терпение. Это написано детям Божьим, тем, которые уже вошли в благодать Божью, они стоят в ней, они хвалятся. И, представляете, хвалятся надеждой на славу Божью. Мы знаем, что мы будем участвовать в славе Божьей, она приготовлена для нас. Поэтому те скорби, мы ими можем хвалиться, потому что они подготавливают нас или ведут нас туда, к той славе. Знаете, когда я уезжал из Москвы, мы с супругой садились в самолет, мы посмотрели на небо, накрапывал дождик. Тучи были такие, знаете, свинцовые, серые, тяжелые. Мы сели в самолет, мы взлетели, набрали высоту, выглянули в иллюминатор и обомлели. Мы увидели те же самые тучи, только с другой стороны. Они были сияющие, они были белые. Знаете, вот то, что происходит с нами, можно посмотреть, смотря как смотреть, говорят. Можно посмотреть с точки зрения человеческой, но есть взгляд Бога. Как Бог смотрит, так живо с нашими скорбями. Мы смотрим, нам так тяжело. И нам выть хочется. Горе. А Бог говорит, ты посмотри, это подготавливает тебя к моей славе. И тогда все меняется, тогда эти облака становятся сияющими. Вообще, Бог приучает нас смотреть Его взглядом. Мы смотрим, Он нам дал человеческие глаза. И теперь, говорит, вот теперь, вот вы, имея человеческие глаза, учитесь смотреть моим взглядом. Помните такая история, когда Иисус Христос вывел своих учеников и говорит, посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Помните, да, это Евангелие от Анна, 4 глава, 35 стих. И у меня к вам вопрос. Вот Христос выводит своих учеников, показывает им, говорит, посмотрите, какие они белые и поспели к жатве. Вопрос, что они увидели? Не молчите. Что они увидели, когда Христос вывел их на поле и сказал, посмотрите на Нивы, какие они белые. Дома откройте этот стих и прочитайте. Евангелие от Анна, 4 глава, 35 стих. Я прочитал вам вторую половину стиха. А первая половина звучит так. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, посмотрите на Нивы, как они побелели и уже поспели к жатве. За 4 месяца до жатвы, знаете, что они увидели? Черную землю. Он им показывает на черную землю. Ни колоска, ни зелени, ничего нет. Он говорит, посмотрите, какие они белые. Бог учит нас смотреть Его взглядом, как на эти облака. Мы смотрим совсем по-другому. Бог хочет, чтобы мы видели так, как видит Он. Мы делаем, иногда мы не видим, нам плохо, мы не понимаем, в чем ситуация. А Он говорит, ты посмотри по-другому. Ты посмотри моим взглядом. Аминь. Примерно месяц назад я знал, что я приеду к вам. И я залез в интернет, и я слушал проповедь вашего пастора. Он говорил о Слове Божьем. Я молился и думал, если когда-нибудь Бог позволит в вашей церкви, то я тоже буду говорить о Слове Божьем. Сегодня я здесь, и я не могу выбрать другую тему. Мы будем говорить о Писании, поэтому и будем много читать Писания. Я предлагаю вам открыть второе послание к Тимофею. Третья глава. Я знаю, что многие из вас наизусть знают эти стихи. Третья глава, 16-17 стих. Второе послание к Тимофею. Третья глава, 16-17 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для облегчения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Здесь говорится о двух вещах. Говорится о совершенном Божьем человеке, таком, который готов встретиться с любой ситуацией, который готов к любому. Он может сделать любое дело и превратить его в славу Божию. И говорится о том, что его сделало таким. Писание. Слово Божие. Потому что, когда мы его читаем, оно полезно нам. Если оно просто лежит на полке, оно не полезно. Как знаете, мыло, если оно просто лежит на полочке, от этого чище у тебя руки не станут. То же самое здесь. Если Писание лежит и покрывается пылью, или если ты протираешь пыль, не помогает, но если ты используешь его по назначению, то оно полезно. Оно научает тебя. А когда ты читаешь, тогда оно обличает тебя. А когда оно обличает тебя, оно показывает тебе путь исправления и дает тебе наставление, конкретное наставление к праведности, чтобы сделать тебя совершенным. Я предлагаю вам путешествия. Вы любите путешествовать? Кто любит путешествовать? Поднимите руки. Ну, несколько человек любят. Я предлагаю вам путешествия во времени. На 2640 лет назад. Поехали. 650 уже. Итак, вторая книга про репоминон. Открывайте, даже те, кто выговорить не может. Второе про репоминон, 34 глава. Готовы? Вы меня проверяйте, а то, мало ли, может, я вам тут что-то не то буду говорить. Вы читайте. Итак, с первого стиха. Восемь лет было Иосии, когда он воцарился. Вот представляете себе. Восемь лет ребенок. Говорят вам. Вот у каждого из вас есть ребенок, племянник, внук, соседский ребенок. Вот представьте себе, пацана восьми лет. Вот он стоит здесь. Не, вот так. Вот он стоит здесь. И говорят, это президент Америки. Что можно ожидать для Америки от такого президента? Скажите. Вот в экономическом плане что можно ожидать? Оставит только заводы, которые выпускают игрушки и конфеты. Правильно? Да? То есть в экономическом плане полный крах. В военном плане что будет? Он же любит в войнушку играть, правильно? Он всем войну объявит. И все. То есть ничего хорошего для большой страны Америки ожидать трудно. А здесь Иудея. Даже не Израиль, а Иудея. Маленькая такая страна. Карту мира видели? Израиль там видели? Иудею? Не видели. Там стоит циферка. Там, скажем, 41. А снизу написано. Израиль. Вот он становится президентом этой страны. И посмотрите, что происходит. И 31 год царствовал в Иерусалиме. Бог благословил его. Почему? Что было такого у этого ребенка, восьмилетнего? Тогда не было регенского правления. Он правил. Что было такого, что Бог благословил его и удержал его на царстве? Нужно посмотреть. Может, он в воскресную школу ходил. Не знаю. Семь раз в неделю, может, он ходил туда, не вылазил. Все знал. Открываем, чтобы контекст посмотреть, про его жизнь. 33 глава. Глава до этого. Но Монасия, 9 стих. Монасия – это его дедушка. Но Монасия довел иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилев. И говорил Господь к Монасии и к народу его, но они не слушали. Это дед, который правил больше 50 лет, дольше всех. Таким мерзостным был. Потом он умирает. 20 стих. Почил Монасия с отцами своими, похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его вместо него. 21 стих. 22 лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних так, как делал Монасия, отец его, и всем истуканам, которые он сделал Монасия, отец его приносил Амон жертвы и служил им. Представляете? В конце концов, там такой, его рабы подняли против него бучу и убили его. 24 стих. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Что знал этот мальчик? Сначала он видел нечестивое правление своего деда, и все эти мерзости, всем тем истуканам, наверное, дед его с собой таскал везде, показывал ему, как поклоняться идолам. А потом два года еще больше нечестия своего отца. И вот он воцаряется. Еще немножко расскажу контекст. Это вы можете найти в книге Иосифа Флавия «Иудейские древности». Описывая то время, он описывает, как воспитывались дети. Дети воспитывались, ну, жили они на женской половине дома, и мальчики тоже воспитывались матерями. И представьте себе, дома в то время на каждом подоконнике вот стоят такие статуи, статуэтки деревянные, каменные, глиняные, разные-разные-разные. И вот ребенок, они же вопросы все время задают, и он говорит, мама, а это что? Мама говорит, ну, сынок, это боги. Это боги, которые нас охраняют. Вот этот вот бог, он, например, делает так, чтобы пшеница хорошо росла. А вот этот вот бог, он делает так, чтобы обувь не изнашивалась. А вот этот бог, ну и так, каждый бог понемножку делает, всем хорошо, никто из богов не устает. Ну, мальчик взрослый, все понимал. Ходил, когда он с мамой вместе по городу, по Иерусалиму, вот он ходит, а там в каждой лавке продают вот такие вот, разных-разных калибров. Он говорит, мама, а это что? Она говорит, ну, сынок, я же тебе рассказывала, это боги. У нас же дома есть, ну и вот людям тоже, если кому-то что-то нужно, в чем-то проблема, он себе пару богов купит, и они для него все сделают. А, ну, понятно. Когда, например, гуляли возле храма Соломона, представляете, перед храмом Соломона стояла колесница, такая замечательная, белая, вся с золотом инкрустированная. Самые лучшие кони, которые только были в царстве, они были запряжены, белые, были запряжены в эту колесницу. Ребенок, кстати, вздохнулся, он увидел это. Мама, а это что? Она говорит, сынок, это колесница бога солнца. Когда он захочет, он спускается и катается по ней. Понятно. Напротив храма, дальше ужасно начинается, вообще ужасно, стояли такие домики. И возле этих домиков сидели женщины и постоянно что-то пряли. Говорит, мама, они какие-то странные эти женщины были, они были одеты как-то не так, как его мама. И к этим женщинам подходили мужчины, о чем-то договаривались и уходили вглубь этих домиков. Он говорит, мама, а это кто? А мама говорит, это жрицы богини Астарты. Представляете, статуя Астарты в то время стояла в храме Соломона. И вот, а еще время Иосии, оно характеризуется тем, что Библия была потеряна. Слова Божьего не было нигде. И вот мама ему эту, извините, лапшу вешает. И рассказывает, а мама-то в это верит, и ребенок начинает в это верить. И вот, представляете, еще, вот храм, еще был один домик, такой дом, который был прилеплен к стене храма. То есть одна из стен храма была стеной этого дома. И там сидели на пороге мужчины, одетые как те женщины. Мама, а это кто? Иосия видел, как к ним подходят другие мужчины, о чем-то договариваются, уходят вглубь этого домика. Чем они пошли заниматься? Я не знаю, что мама отвечала такому маленькому ребенку, но Иосия рос именно вот в таком понимании. Но как все дети, мы же их называем почемучками, да, они постоянно задают вопросы. Почему так? Почему эдак? Почему ветер дует? Почему дождь льется? Почему вода мокрая? Почему, почему, почему? Почему этот город называется городом Давида? А кто такой был Давид? А какие боги покровительствовали Давиду? Я представляю выражение изумления на лице мальчишки, когда он узнал, что у Давида был всего один бог. А что, Давид был такой бедный, что ли? Что, он не мог себе несколько богов купить, да? Но тем не менее, мальчик, видать, в чем-то разобрался. Мы возвращаемся в наш текст, 304 глава. И делал он угодное в очах Господних. И ходил путями Давида, отца своего, и не уклонился ни направо, ни налево. Каждый из нас беседует с людьми, и, наверное, вы наверняка не один раз слышали такую фразу, «Я не предам веры моих отцов». Слышали? Иосиф предал веру своего отца и веру своего дедушки. Он избрал ходить путем своего пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушки, потому что его дедушка был человеком по сердцу Бога. И вот он стал ходить путями Давида, и в восьмой год царствення своему, это ему сколько? 16 лет, да? В восьмой год царствення своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год, это ему 20 лет, в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высоты, посвященных дерев и от резных литых кумиров. Вот представьте себе просто, 20 лет. Скажи, пожалуйста, 20 лет это много или мало? Много. Это много. 20 лет это много или мало, брат? Где мои 20 лет, да? И вот этот вот молодой человек, это на самом деле много. Да, да, ты права. Молодой человек начинает, представляете себе, живут спокойно люди. У каждого дома вот эти вот штуки, которые являются центром их упования. Они на них надеются, что они их защитят от всего. Он начинает все ломать, крушить. Посмотрите, что тут написано. Четвертый стих. Разрушили пред лицом его все жертвенники валов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах. И рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег. Чем это могло закончиться, скажите мне? Гражданская война. Это же упование этих людей. И он все, во что они верили, он все это начинает ломать и крушить. Ну вы представьте себе сами, что сейчас придет... Я по политику не вмешиваюсь, да? Но тем не менее, придет кто-то и начнет ломать и крушить ваши церкви. Что произойдет? Гражданская война. Но ничего не произошло. Посмотрите. Кости жрецов сжег, пятый стих, на жертвенных их, и очистил Иудею и Иерусалим. И был мир. Все нормально. Потому что Бог защищал его. Но Иосиф на этом не остановился. Он пошел в другую страну. Представьте себе, да? Он пошел в другое государство. Он пошел в Израиль, который северен. Все равно, что вы начали бы идти там, не знаю, на Канаду, да? Посмотрите. И в городах Монасии, Ефрема, Симеона и даже до колена Нефалимова и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники, посвященные дерева, и кумира разбил в прах, и все статуи сокрушил. А это чем могло закончиться? Просто война. Да, просто война между странами. Но ничего не произошло. Написано так. И возвратился в Иерусалим. Все нормально. Бог хранил его. Почему? Потому что он не читал Библию. Слушайте. У него не было Слова Божия. Но вот он выспрашивал, выспрашивал. Как вот любопытный мальчишка. Он искал стариков, кто хоть что-то помнит, кто хоть что-то. Он как-то искал воли Божьей и поступал по воле Божьей. Хотя бы вот те крупицы, которые он сумел достать. Но он не трогал храм. Он боялся. У него был какой-то вот этот вот страх Божий. Он не знал, что делать. Он не знал, как. Но храм в это время представлял из себя очень печальное зрелище. Как историки пишут, в храме вот эти растрескавшиеся плиты были. Между ними не только трава, уже деревья там росли. Вот эти вот, они стояли везде в храме. Представляете, статуя Астарты, здоровая, деревянная, тоже стояла там в храме. Он не трогал, он не знал. Но все-таки время шло, время пришло. И 8 стих. В 18 год царствия своего. Сколько ему лет? 26 год, да? 25 лет. По очищении земли и дома Божия он принялся за храм. Он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасию, градоначальника, и Иаха, сына Иахазова, где и писатели, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелке, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Монасия, Ефрема и всех прочих израильцян, и от всего Иуда, и Вениамина, и от жителей Иерусалима. То есть люди перестали покупать вот эти вот штуки. И у них освободились финансы туда, куда нужно, для Господа. Они наконец-таки опять стали десятины собирать. И вот все это дело собрали. 10 стих. Отдали в руки производителям работ, ну прорабам по-нашему, да? Строителям на покупку птесанных камней и деревьев для связи, и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Короче, работа закипела, храм начали восстанавливать, и вот вдруг происходит чудо. 14 стих, посмотрите. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, то есть, заметьте, никто не разграбил храм. Серебро там лежало, просто оно было под кучей мусора, никто туда не ходил. Когда они вынимали серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкий, священник, нашел книгу закона, данную рукой Моисея. Слушайте, столько лет не было Слова Божьего. Нашлось чудо. Чудо. Какое это чудо? Если кто-то захотел почитать Слово Божье, где его надо было искать? В храме. Она там и валялась. Никому не нужная была. Ужас. И вот эту книгу приносят к нему. Читаем дальше. 15 стих. «И пришел Хелкий и сказал Шафану Песту, книгу закона нашел я в доме Господнем. И подал Хелкий эту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие». Вы послушайте только внимательно, какой он доклад делает. «Принес он ему известие. Все, что поручено рабам твоим, они делают». То есть, с самого важного начал, по его мнению. «И высыпали серебро, найденное в доме Господнем. И передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан Песту царю, говоря, да, еще вот мелочь такая. «Дал мне Хелкий, освященник, книгу». Какая реакция была? Представьте себе, 26-й год парню. Он всю жизнь искал Слово Божие. Он всю жизнь выискивал какие-то крупицы. И тут вдруг ему приносят кучу свитков. И он говорит, читай. И вот конец, посмотрите, 18-го стиха. «И читал ее Шафан перед царем». Что он читал? Он прочитал ему Евангелие от Иоанна? Нет. Он прочитал ему книгу пророка Даниила? Нет. А хотя бы вторую паралипомедону он ему прочитал? Нет, она только писалась, да? Что же он ему прочитал? Книгу закона, 14 стих, данную рукой Моисея. И вот, представьте, он ему читает. Читает книгу Бытие, книгу Исход, книгу Левит, числа. Вы когда последний раз подряд прочитывали все пятикнижки? Вот так вот, за один присест. Но у него такая жажда была, он всю жизнь искал. И он сидит и слушает то, что ему читают. И вот ему читают последнюю книгу, книгу второзакония. Читают ему 28-ю главу, и он слушает. Послушайте внимательно, что же слышит. Вы просто представьте себе парня 26 лет, который всю жизнь искал Слово Божие. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Он тщательно исполнял? У него ее не было. Как он мог тщательно? Все заповеди он мог все, он не знал их. И вот он слушает. Второй стих. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, плод земли твоего, плод скота твоего, плод твоих волов и плод овец твоих. Благословен ты житницы твои, кладовые твои. Шестой стих. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Восьмой стих. Пошлет Господь тебе благословение. Вы слышите ключевое слово, которое постоянно повторяется, да? «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Одиннадцатый стих. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, и в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. «Открой тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы». Тринадцатый стих. «Сделает тебя Господь головою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу». Спасибо большое. «Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти след иных богов и служить им». Иосиф это слушает и понимает, что это не про него. Они не делали этого. И он слушает дальше. Пятнадцатый стих. «Если же не будешь...» Сейчас будет другое ключевое слово, попробуйте его поймать. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять всех заповедей его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». В шестнадцатый стих. «Проклят ты будешь в городе и проклят на поле. Проклят ты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод волов твоих и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет на тебя Господь проклятие, смятение, несчастье, во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен». Ведь он слушает. Двадцатый стих. «Пошлет на тебя Господь моровую язву, доколе не истребит он тебя. Двадцать второй стих. «Поразит тебя чахлостью, горячкую, доколе не погибнешь». Двадцать четвертый стих. «Вместо дождя Господь даст земле твою пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен». Двадцать седьмой стих. «Поразит тебя Господь проказую египетскую». Двадцать восьмой. «Поразит тебя Господь сумасшествием». Двадцать тридцать пятый стих. «Поразит тебя Господь злою проказую». Сорок пятый стих. Придут на тебя все проклятия сии И будут преследовать тебя И постигнут тебя Доколе не будешь истреблен Конец 51 стиха Доколе не погубит тебя Конец 61 стиха Доколе не будешь истреблен Он слушает и понимает Что вот это про него И посмотрите какая реакция Мы возвращаемся в 34 главу Второй паралипоминон И 19 стих следующий Когда услышал царь Слова закона То разодрал одежды свои В контексте того времени Разодранные одежды Это горе Безысходность Никакой надежды Все он разрывает одежды свои И дал царь повеление Хелке И Ахикаму сыну Шафанову И Авдону сыну Михея И Шафану Пису И Асаид слуге царскому говоря Пойдите, попросите Господа За меня и за оставшихся у Израиля И за Иуду О словах сей найденной книги Потому что вели гнев Господа Чтобы поступать По всему написанному в книге сей 22 стих И пошел Хелке И те, которые от царя Колда не пророчатся Жене Шалума Сына Тавкигама Сына Хасры Слушайте, я не знаю Как они с такими именами жили Но жили А жила она во второй части Иерусалима И говорили с ней об этом И она сказала им Так говорит Господь Бог Израилев Скажите тому человеку Который послал вас ко мне Она знала, кто послал Если она пророчится от Бога Так говорит Господь Вот я наведу бедствие на место сие И на жителя его все проклятия Написанные в книге Которую читали пред лицом царя Иудейского За то, что они оставили меня И кодили богам другим Чтобы прогневлять меня Всеми делами рук своих И гнев мой возгорится Над местом с ним И не угаснет А царю Иудейскому пославшему вас Вопросить Господа так скажите Так говорит Господь Бог Израилев О словах, которые ты слышал Так как смягчилось сердце твое И ты смирился перед Богом Услышав слово его О мести сем и о жителях его И ты смирился предо мной И разодрал одежды твои И плакал предо мною То и я услышал тебя Говорит Господь Вот я приложу тебя к отцам твоим И положен будешь в гробницу твою в мире И не увидят в глаза твои Всего того бедствия Которые я наведу на место сие И на жителей его И принесли царю ответ 26 год парню И он слышит При тебе все будет хорошо Как он мог бы подумать А после меня хоть трава не расти Мог подумать Но он был не из такого теста Он подумал так Если Слово Божие Имело такой эффект Что поломало мое сердце Если Слово Божие Имело такой эффект Что Бог Поменял свое решение Относительно меня Что нужно сделать Очень просто Нужно чтобы все люди это услышали И все покаятся И все будет хорошо Он сделал очень правильно Следующий стих 29 И послал царь И собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима И пошел царь в дом Господень И с ним все иудеи И жители Иерусалима И священники И левиты И весь народ От большого до малого И он не сказал кому-то Как в прошлый раз Читай А он сам встал На возвышенное место И прочитал все слова Книги Завета Найденной в доме Господнем Он хотел чтобы все Услышали Слово Божие И от первой до последней Строчки пяти книжья Он прочитал им Слово Божие Никто из них не слышал Этого никогда Потому что Библия была утеряна И стал царь на своем месте Следующий 31 стих И заключил завет Пред лицом Господа Последовать Господу И соблюдать заповеди Его И откровения Его И уставы Его От всего сердца своего От всей души своей Чтобы выполнять Все слова Завета Найденные в книге сей Ой, какой молодец, да? И велел царь Подтвердить это Всем находящимся в Иерусалиме И в земле Вениаминовой И стали поступать Жители Иерусалима По завету Бога Бога отцов своих Позвольте, я прочитаю вам Параллельный отрывок Это из 4 книги Царств 23 стих Здесь несколько подробностей Есть очень интересных С 1 стиха 23 глава 4 книга Царств И послал царь И собрали к нему всех Старейшин Иуда Иерусалима И пришел царь в дом Господний И все иудеи И все жители Иерусалима С ним и священники И пророки И весь народ От малого до большого И прочел Вслух их все слова Книги Закона Найденной Книги Завета Найденной в доме Господнем Потом встал царь На возвышенное место И заключил пред лицом Господнем Завет Последовать Господу И так далее И работа закипела вновь То есть они Вроде бы навели порядок Но что-то где-то Всегда осталось Недоделанным Но посмотрите, что они Шестой стих И вынес астарту Из дома Господня Помните, я вам рассказывал Что ее статуя Стояла в храме Я же не придумал это Здесь написано И вынес астарту Из дома Господня За Иерусалим Поток у Кедрона Кедрона И сжег у потока Кедрона И истер ее в прах И бросил прах ее На кладбище общенародное Седьмой стих И разрушили дома Блудилищные Которые были при храме Господнем Где женщины ткали одежды Для астарты Помните, я вам говорил Вот эти вот там сидели Выдал всех жрецов Из городов иудейских Одиннадцатый стих Посмотрите Отменил коней Которые ставили Цари иудейские Солнцу перед входом В дом Господень Близком на Тнофан Мелеха Евнуха Что в Феруриме Колесница же солнца Сжег огнем И так далее И так далее Пятнадцатый стих Посмотрите Также жертвенник Который в Ефиле Высоту устроенную Иеравамом Это уже в Израиле Высоту устроенную Иеравамом Сыном Наватовым Который ввел Израиля в грех И сжег сию высоту Стер в прах И сжег Дубраву И взглянул Иосиф И увидел могилы Которые были там на горе И послал И взял кости из могил И сжег на жертвенники И осквернил его По слову Господню Который провозгласил Человек Божий Предрекший события сии Вообще Про Иосиф Я могу неделю рассказывать Это мой любимый царь Он столько всего сделал И о нем столько пророчеств Представляете себе В третьей книге царств В одиннадцатой главе Рассказано о том Как пришел человек Божий Из Иудеи Когда там Иеравам Стоял возле жертвенника И помните там Рука у него одервенела И так далее И вот он сказал Что будет царь Именем Иосия Который разрушит жертвенник За сотни лет Представляете До этого Имя было названо Того кто придет И разрушит этот жертвенник И вот Иосия пришел И сказал Иосия Что это за памятник Который я вижу И сказали ему Жители города Это могила человека Божия Который приходил из Иудеи И превозгласил о том Что ты делаешь Над жертвенником Вифильским Он все это сделал Возвращаемся Во вторую Паралипомидон 35 глава И совершил Иосия Иосия в Иерусалиме Пасху Господу И закололи пасхального Агнца в 14 день Первого месяца Вообще Пасха Уже забыли люди Что такое Пасха Уже много лет В Израиле В Иудее не делали Пасхи Он все это возобновил И посмотрите 18 стих Не была совершаема Такая Пасха У Израиля Одней Самуила Пророка Из всех царей Израильских Ни один не совершал Такой Пасхи Какую совершил Иосия И священники И левиты В Библии описано Какую Пасху делал Соломон Помните Тысячи этих Десять тысяч этих Сколько он там ввел Вол А здесь говорится Ни один из царей Не делал такой Пасхи Которую сделал Иосия Круто Скажите Как по-вашему Богу это нравилось Вот он угодил Богу Как по-вашему Знаете ли вы Какого-нибудь Царя Который вот Ну реально Угодил Богу Знаете какого-нибудь Имя его Я вам сейчас Один стих расскажу Секретный стих Вы никому не рассказываете Ладно Это про Иосию Четвертая книга Царств 23 глава 25 стих Подобного ему Это об Иосии Речь идет Не было царя Прежде его Который обратился Бо Господу Всем сердцем своим Всею душою Своей Всеми силами Своими По всему закону Моисееву И после него Не восстал Подобный ему Такой как Иосия Возвращаемся Второе Паралепоменон Мы с вами не закончили Мы с вами кусочек Пропустили Последний стих И изверг Иосия Все мерзости Из всех земель Которые у сынов Израилевых И повелел Всем находящимся В земле Израилевой Служить Господу Богу Своему И во все дни Жизни его Они не отступали От Господа Бога Отцов Своих Почему Вы все время Соглашаетесь Ужасно это Я вам прочитаю Внимательно Слушайте Я медленно Буду читать И во все Дни жизни Его Они не отступали От Господа Бога Отцов Своих Как только Иосия Умер Они вновь Вернулись Ко всем же Тем мерзостям Почему Сердца Людей Были Такие Гадостные Почему Сердца Людей Были Такие Жесткие Такие Каменные Такие Грубые Они же Видели Все те Благословения Которые Были Почему Они так Поступили У них Уже Было Слово Божие Но Не было Жажда До этого Слова Возвращаемся Из нашего Путешествия В третью Главу Второго Послания Тимофея Ребят Если я сильно Затягиваю Вот так Вот покажите И я И так Итак Третья Глава Второй Тимофею Знай же Что в последние Дни Наступят Времена Тяжкие Вы знаете Что сейчас Последние Дни Да Второй Стих Ибо люди Будут Самолюбивы Сребролюбивы Горды Надменны Злоречивы Родителям Непокорны Неблагодарны Нечестивы Недружелюбны Непримирительны Клеветники Невоздержанные Жестокие Нелюбящие добра Предатели Наглые Напыщенные Почему они такие Почему у них такие сердца Ответ здесь же Читаем дальше Более сластолюбивые Нежели боголюбивые Они больше любят То что может предложить этот мир Тот комфорт Который может предложить этот мир Все то сладостное Что может предложить этот мир Они любят больше Чем Бога Знаете Пятый стих Очень удивительный Скажите Вот то что мы читали Первые вот эти три стиха Там Больше двух десятков Описания этих людей Вы знаете таких людей? Вы им о Боге говорите? Вы их в церковь зовете? Их не надо звать церковь Они уже здесь Они уже здесь Посмотрите пятый стих Имеющие вид благочестия Силы же его отрекшиеся Они имеют Такой вид благочестивый Такой вид Что вы Мужчины без галстука В церковь никак не придут И тебе и И говорят красиво И все что угодно Но силы Позвольте я несколько минут Вам просто расскажу О втором послании к Тимофею Это последнее из посланий Апостола Павла Это последнее Что он успел написать Уже прошло то время Когда он Как описано В 28 главе Деяния апостолов Когда он Жил в Иерусалиме Как на вольном поселении К нему приходили Уходили Все Уже не такая ситуация Здесь уже посмотрите Как описано Вторая глава Девятый стих Я страдаю Дауз Как злодей Он уже сидит Злодеев содержали Особенным образом Об этом очень много Исторических документов есть Злодеи всегда сидели В одиночке На руках кандалы На ногах кандалы И К правой руке Злодея Была прикована Левая рука Охранника Который сидел Постоянно рядом с ним А у охранника Здесь короткий Такой меч Тюренных стражей Если как-то Неадекватно Себя будет вести Чтобы он всегда Мог заколоть Либо охраняли Четыре пары Воинов Либо четыре четверицы Воинов То есть Четыре четверицы Это был особый Злодей Апостол Павел Как его охраняли Значит Один сидит рядом с ним А один здесь же В камере сидит Чтобы если что Прийти на помощь этому И там За дверью Возле глазка По очереди Еще два воина дежурят То есть Четыре человека Одновременно охраняют Апостола Павла И каждые шесть часов Они меняются Вот четыре четверицы То есть Это уже то время Это время императора Нерона Когда Знаете Этот человек Который считал себя Поэтом Он христиан Развешивал на деревьях Поливал маслом И зажигал Чтобы они лучше горели Как факелы И вот при свете Этих факелов Он сочинял Свои вирши То есть Быть христианином Было очень опасно И это последнее Здесь апостол Павел Пишет Что уже время Отшествия моего Настало Уже был первый ответ Уже было первое Слушание в суде И вот Совсем чуть-чуть И он должен быть Казнен И он знал Что он будет казнен И он пишет Это последнее письмо Он никогда не писал Просто ерунду Но здесь Он написал Вообще Самое важное Квинтэссенция Всего того Что Что было важнее всего Для этого человека Я знал Одного брата У которого был рак языка И когда Ему должны были Отрезать язык Перед операцией Перед наркозом Врач сказал ему Скажи что-нибудь Это последнее Что ты скажешь И он сказал Иисус Христос И замолчал Апостол Павел Здесь пишет о том Что для него Важнее всего Тридцать пять раз В этой книге Упоминается Иисус Христос На втором месте Здесь упоминается Слово Божие Под разными синонимами Посмотрите Благовествие Христово Первая глава Восьмой стих Или Тринадцатый стих Держись образца Здравого учения Которое ты слышал От меня Храни Вот то что ты от меня Услышал Вот как добрый залог Храни внутри себя Это духом святым Данным нам Храни это внутри Потому что это то Что тебе поможет Посмотрите Вторая глава Второй стих И что слышал от меня Вот этот образец Здравого учения То передай верным людям И девятый стих Слово Божие Посмотрите Пятнадцатый стих Слово истины Восемнадцатый стих Истины Девятнадцатый стих Твердое основание Божие Двадцать пятый стих Истина Третья глава Идем Седьмой стих Истина Учение Научен Пятнадцатый стих Священное писание Шестнадцатый стих Писание Он все время Все время говорит Он говорит Вот этот вот Добрый залог Который внутри себя Ты должен хранить Потому что это Сила Сила благочестия Которая поможет тебе Устоять Вот во всем том Что ты находишься В этом нечестии Которое нарастает И нарастает Уже две тысячи лет Мы сейчас живем Уже совсем Совсем близко Это нечестие Уже захватывает И только лишь Слово Божие Это то Что поможет тебе Устоять Потому что Все писание Богодухновенно Бог вдохнул В него Свой дух И оно ожило Оно ожило И стало полезно Полезно Для научения Когда ты читаешь Ты знаешь истину Потом ты сравниваешь С собой Как Иаков говорит Как в Слово Божие Ты смотришь Как в зеркало И ты видишь У тебя здесь грязь Здесь грязь Оно полезно тебе Потому что Оно обличает тебя Оно показывает В чем ты не прав Все писание Любому ребенку Божьему Если ты читаешь Писание И оно тебя не обличает Что-то странное происходит Оно полезно Оно обличает И оно показывает Путь исправления Как исправиться И оно показывает Тебе Дает конкретные наставления В благочестие В благочестии Чтобы ты был Совершенным Божьим человеком Готовым на всякое Доброе дело Четвертая глава Итак Мы заканчиваем Итак Это итог Ко всему О чем мы говорили Сегодня Итак Заклинаю тебя Перед Богом И Господом нашим Иисусом Христом Который будет судить Живых и мертвых В явления его И царствия его Проповедуй Слово Павел Что ты говоришь Какое слово Конечно слово О чем еще можно говорить В церкви Павел говорит Я знаю Будут рассказывать истории Будут рассказывать Свидетельства Будут еще чего-то Ты Говорит Проповедуй слово Настой вовремя Не вовремя Буду слушать Не буду слушать Потому что Третий стих Ибо Будет время Когда здравого учения Принимать не будут Но по своим прихотям Будут избирать себе Учителей Которые бы Вестили их слуху В греческом стоит Которые бы щекотали Их уши Делали бы приятное И от истины Отвратят слух И обратятся К басням Апостол Павел В своем пророческом Видении Предвидении Он понимал Что в последнее время Наступит время Царя Иосии Когда слово Божье Было потеряно Помните Где оно было потеряно В храме Он говорит Вы храм Божий И дух Божий Живет в вас И вот слово Божие Которое у вас есть Оно есть в вашем сердце Но оно там Потеряно Под кучей Мусора Суеты Забот Бизнеса То, то, то У тебя слово Божье Потеряно Тебе нету времени Посмотреть Слово Божие Знаете У Бога нашего Множество имен Такие замечательные Такие красивые имена Бог Творец Бог Целитель Бог Судья Разные имена Скажите Что-то может быть На этой земле Выше Чем имя Божие 132 Псалом Говорит Ты возвеличил Слово Твое Превыше Всякого Имени Твоего Это то Что сделал Бог А как мы К этому Относимся Братья и сестры Я предлагаю вам Сейчас сделать Следующее Мы сейчас С вами Давайте Помолимся Сидя Не вставая И ничего Не говоря Про себя В глубине сердца И попросим Чтобы Бог Духом Святым Сделал Ревизию В нашем сердце И показал На каком месте Там находится То что для него Так ценно Слово Божие Под каким Мусором Находится Почему у меня Нету времени Все ли нормально У меня со словом Просто чтобы Бог Говорил К нам Не говорите Ничего Вслух В глубине Сердца А я закончу Договорились Давайте Помолимся Спасибо за субтитры Дорогой Господь Я очень Благодарен Тебе За то Что Ты Любишь Нас Ты Наш Бог Я очень Благодарен Тебе Что Ты Оставил Нам Своё Слово Ты Не хочешь Чтобы мы Ходили Во тьме И Твоё Слово Это Светильник Для наших Ног Это Инструкция Для нашей Жизни Как мы Должны Жить Что мы Должны Поступать Ты Дал нам Ответ На все Вопросы В нашей Жизни Я прошу Тебя Господи Прости Меня Что Бывают Дни Когда Я В суете Не успеваю Общаться С Тобою И не успеваю Открывать Твое Слово Господи Я прошу Тебя Благослови Чтобы я Ценил Его Я прошу Тебя За каждого Кто Находится Здесь Сейчас В этом Зале Господи Благослови Чтобы Слово Твое Не отходило От Уз Наших Господи Благослови Жизни Каждого Твоего Ребенка Во имя Твое Молюсь Иисус Аминь